Всем привет! В этом видео мне хочется рассказать о том, как составить программу обучения по охране труда. Точнее, даже не как ее составить, потому что чаще всего в организации уже есть какая-то программа обучения. Очень редко такое бывает, что вы начинаете ее составлять с нуля. А как ее переработать? Потому что лично мое мнение, сделать программу с нуля даже гораздо проще, чем переделать уже имеющуюся. В этом видео не будет ссылок на конкретные нормативные документы. Это больше как видеомотиватор, видеоруководство к действию. Если вас интересуют конкретно какие-то ГОСТы, федеральные законы, пишите об этом в комментариях, и я сниму видео конкретное, сухое, да, со всякими ссылками. Сейчас здесь будет просто руководство к действию, краткий план, как не потеряться в этом многообразии документов. Потому что когда я переделывала программы, когда я их составляла, лично для меня самую большую трудность составляла именно масса всего. Хотелось включить все, объять необъятное, как это сжать, как это сделать удобным для рабочих, было непонятно. Просто ты сидишь и тонешь во всем этом. Если у вас было так же, напишите тоже об этом в комментариях. Или наоборот, если у вас были какие-то другие трудности при составлении, переработке программ по обучению, тоже пишите об этом в комментариях. Итак, поехали. Самое главное, мы сначала переделываем титульный лист, шапку, вносим туда актуальные сведения. Смотрим, как называется сейчас наша организация, фамилии ответственных лиц, правильное название должности. Начинаем с этого. Следим за актуальностью программы в плане именно не охраны труда, а в плане актуальности на производстве. Как называется наше предприятие и конкретно какие люди, за что ответственны фамилии и должности какие. Если у вас хорошая программа имеется на руках, предприятие никак не переименовалось, но изменились люди, ответственные за какие-то действия. И именно те люди, которые подписывали эту программу, участвовали в разработке, участвовали в просмотре. и они указаны на титульных листах, вы можете сделать приложение, дополнительный лист, лист изменений, и в этом листе изменений внести новых ответственных. Это если вы не хотите ее переделывать. Если у вас есть желание полностью ее переделать с новыми людьми, вы просто ее копируете и вставляете новых людей. Затем вы должны обновить данные по охране труда. Сейчас, в современном нашем мире, сейчас у всех обновились профриски, микротравмы, новый порядок по расследованию несчастных случаев. В общем-то, в основном все. А, да, первая медицинская помощь. У нас появилась первая медицинская помощь, как отдельный вид обучения, и появился новый вид инструктажей по использованию СИС, средствам индивидуальной защиты. Вот это новые пункты, профессиональные риски, микротравмы, первая медицинская помощь, несчастные случаи, правила пользования средствами индивидуальной защиты. Это новые пункты, которых, возможно, у вас не было в старой программе, в современном ракурсе. И это те пункты, которые обязательно нужно включить. И так как с 2021 года полностью поменялся подход к системе охраны труда, система сменилась с реагирующей на предупреждающую, это значит, что раньше случался какой-то несчастный случай, мы принимали реагирующие меры, делали предписания, делали какие-то устранения, нарушения, и технические мероприятия, что-то там меняли, подваривали, убирали, станки какие-то меняли, крышки какие-то накладывали, это технические мероприятия реагирующие. И те же, то же самое были организационные реагирующие мероприятия. Теперь система охраны труда пытается, ну, законодательно она уже перешла на предупреждающий уровень, и все это внедряется на предприятие. Теперь мы должны предупредить несчастный случай, да, лучше быть его предупредить, заранее где-то подстелить соломки, чтобы потом не было беды. И на это нужно сделать обязательную ссылку в программе обучения по охране труда. Это должно идти одним из первых разделов. Укажите, какие у вас предупреждающие мероприятия по охране труда действуют конкретно на вашем предприятии. Затем, значит, профессиональные риски. Дальше все, что я сказала, это вы включаете, ну, и, соответственно, трудовой кодекс, социальные гарантии и правила перемещения по территории тоже можно включить в программу обучения по охране труда. Какие вы разделы сделаете конкретно, как вы их будете компоновать, это решать уже вам. Можно разделить на блоки, допустим, правовые аспекты, трудовое законодательство, охрана труда, техника безопасности, да, как раздел техники безопасности. Первая медицинская помощь. В охрану труда, в безопасные методы приема выполнения работ вы можете включить правила пользования СИЗ. Это уже ваша фантазия. В общем, вы разделили всю программу обучения на такие конкретные блоки, разделили ее по часам. На каждый конкретный блок отвели какое-то определенное количество часов. И далее вы прописываете в программе каждый блок так, как вы считаете нужно. Старайтесь не выдаваться в какие-то сильно, в чересчур подробности тонкости, да. Допустим, если у вас предприятие офисное, вам общие требования охраны труда нужны. Вы и пишете общие требования. Если у вас программа обучения, есть у вас рабочие профессии, то, скорее всего, вы все равно будете делать несколько программ обучения, допустим, по видам профессий. И уже тогда вот эти тонкости конкретно, которые касаются фрезеровщиков, поваров, вы отразите в конкретной программе. Если у вас предприятие, которое такое пограничное, это не производство, и это не офис, это если у вас школа или больница, то там такое как бы пограничное состояние охраны труда. Вроде бы там нету какой-то технической конкретной специфики, но в то же время у вас есть профессии рабочие, у вас есть ПВРА, у вас есть какие-нибудь машинисты компрессорных установок, у вас есть электрики. И эта программа также должна отражать правила техники безопасности для этих людей. Как я поступала, я вас сейчас поделюсь конкретно своим опытом, потому что у каждого специалиста по охране труда, возможно, есть другое мнение на этот счет. Особенно еще также влияет на это мнение не только ваше желание, а, допустим, проверка инспекции по труду, которая посетила вас конкретный инспектор или конкретный куратор или конкретный руководитель вашего филиала, потому что, конечно, нужно подстраиваться под его желание, под его требования. Про это я забыла сказать. Если вам инспектор по труду конкретно говорит, как он хочет видеть эту программу по охране труда, сделайте ее так, таким образом, как он хочет это видеть. Если он просит у вас какие-то выделить конкретные разделы, вы это делаете в соответствии с его требованиями, потому что каждый инспектор по труду, он же покурирует какую-то определенную область. И вот эти вот желания и требования, которые он выставляет, как переделать эту программу, это не его личная хотелка, не его требования как вредного человека. Скорее всего, эти требования были продиктованы какими-то прецедентами. Возможно, были какие-то несчастные случаи, были какие-то суды, судебные разбирательства. Все это было предоставлено на каком-то судебном процессе, и там уже адвокаты, прокуроры искали в этой программе, как-то ее изучали и нашли какие-то подводные камни. Поэтому все-таки я вам советую обращать внимание на те требования, которые к вам предъявляет инспекция по труду в плане, как что переделать. Потому что, ну, бывает, что, кажется, они передираются. Бывает, конечно, и такое, но в большинстве, конечно, случаев вот эти неписанные, да, потому что правила, потому что, ну, нету, да, у нас до сих пор, хотя вот произошла реформа охраны труда, законодательно утвердили эти профриски, предупреждающую систему, но до сих пор у нас нет документа, конкретной методики, в которой было бы прописано, как составлять эту программу. То есть четкого закона, в котором было бы сказано, что программа должна иметь столько-то, столько-то разделов, написано то-то, 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 этого нет. Вот, допустим, есть документ, который регулирует правила написания инструкции по охране труда, но он тоже не действующий, он старый, это рекомендации, а законодательно, да, ГОСТа, ГОСТа какого-то нет. Поэтому прислушивайтесь к тем советам, тем требованиям, которые вам дают люди, которые, допустим, прошли проверку уже по охране труда. Посмотрите, какая у них программа по охране труда. То есть, когда все хорошо, это хорошо, но с другой стороны, у вас нет опыта, вы не можете посмотреть, как эта программа, которую вы держите на руках, будет потом вести себя при несчастном случае. Возможно, там есть какие-то слабые места. Вот, посмотрите такие программы либо у своих коллег, либо обращайте внимание на те требования, которые к вам предъявляют вышестоящие инспектирующие организации. Итак, и теперь я расскажу о том, как я планировала свои программы обучения. Я разделяла рабочих, разделяла весь коллектив на работников административно-управленческого персонала, на работников ИТРовцев или офисных служащих и на рабочий персонал. И далее по рабочему персоналу я уже смотрела. Если это было, допустим, конкретно каких-то две профессии, на этих две профессии можно сделать отдельные программы обучения. Если вы все-таки не хотите разделять, делать 500 программ обучения, в одной программе для каждой конкретной профессии я выделяла отдельный раздел. Программа обучения безопасным приемом выполнения работ для электриков. И там конкретно вы расписываете эти правила. Вот собственно все, что я хотела вам сказать по поводу составления этих программ. Самое главное включите сейчас в них пункт про профессиональные риски, про травматизм, предупреждающую систему реагирования. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Буду очень рада обратной связи. Подписывайтесь на мой канал. И также напоминаю, что я открыта к сотрудничеству и жду также всех, кому интересно, на своих консультациях по скайпу, футсап, вконтакте. Пишите. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok